Obsidian это база данных, Notion, ну в общем это круг. Всем привет, с вами Вова Ломов и теплица социальных технологий. Когда я делал курс по базам знаний, ссылка в описании, я не включил туда Obsidian. Хотя он вполне подходит и для этого. Obsidian это, наверное, правильнее сказать, оболочка для работы с текстовыми документами, созданными при помощи упрощенного языка разметки под названием Markdown. Язык предельно простой, сам Obsidian имеет бесплатный тариф, база хранится у вас, а значит подключение к интернету не требуется. При этом если вы положите базу в облако, то соответственно доступ будет у всех, кому вы дадите доступ к папке. Русская локализация есть, однако оставим пока английскую. Ну и собственно здесь нас спрашивают, куда мы положим папку с базой или предлагают открыть уже существующую. Название папки и место, куда положить. Честно говоря, Obsidian вещь хорошая, крайне удобная. Если говорить про базу знаний, то вы не привязаны конкретно к Obsidian. Файлы можно открывать в большом количестве схожих редакторов. Ну во всех, кто понимает Markdown. С Notion или кода все совсем не так. Но тут все не совсем просто, хотя и не сложно. Поэтому сегодня обзорное видео просто дам понять, что это такое. Так, ну давайте сначала зайдем в настройки, чтобы вы узнали, что они тут есть и поменяем язык на русский. Что касается настроек. Они здесь не просто есть, их тут много. Более того, по умолчанию включено не все необходимое. Ну то есть можно работать и без этого, но с этим проще. Не буду показывать и рассказывать. Вот, например, здесь советую покопаться. Но по настройкам программа выполнена в лучших традициях приложений для программистов и разработчиков. Разобравшись с настройками любой подобной программы, вы автоматически становитесь программистом и разработчиком. Ни один файл не открыт. Создадим новый. Предлагаю изучить и активно пользоваться горячими клавишами. Создать новый Ctrl N. Но можно воспользоваться и Ctrl O. Тогда откроется поиск по файлам и оттуда же можно создать новый. Называем, естественно, первый файл. И вот он. А вот Markdown. Знак решетки или диез в случае с музыкантами — это заголовок h1. То есть самый крупный. Две решетки — это h2. Второй по крупности. И так далее до h6. Сейчас мы редактируем документ. А вот как он выглядит во вьювере. Я думаю пока понятно. Ctrl N — еще один документ. Логично, что это второй файл. А сюда давайте попробуем закинуть изображение. Просто перетаскиваем из файлового менеджера. Вот так оформляется вставка изображения при условии, что оно есть у вас в базе. Это изображение уже есть, оно добавляется автоматически. И вот так это выглядит во вьювере. Теперь что касается структуры. Сейчас все наши файлы свалены здесь. Это не хорошо, но и неплохо, поскольку тут отличный поиск и вообще другая логика структурирования контента. Поиск, теги, перелинковка. Тут все под это заточено. Но мы все-таки создадим пару папок, по меньшей мере ради папки файлы. И раскидаем документы по ним. И теперь в настройках можно указать, что все добавленные файлы будут автоматически переноситься в папку файлы. Сначала удалю PNG. Итак. Настройки. Файлы и папки. Место для файлов по умолчанию. В папке указанной ниже и ниже указываем, что это папка файлы. Отлично. То есть закидываем еще раз PNG и он добавляется в файлы, а не в корень. Кроме изображений можно таким же образом добавлять сюда вавки. Да, все что угодно. Но имейте в виду, что все это будет копироваться в вашу базу. То есть он берет не путь, а сам файл. А выглядеть, например, вав будет вот таким образом. Ну и собственно все. Осталось рассказать про ссылки и вы уже можете создавать в Obsidian собственную базу знаний. Создали файл, скажем, структура базы. И еще один, например, концепция рубрик. Это следует тому, что было у меня в курсе. Оформляем структуру. Заголовок. H2. И нам нужна ссылка. Как он проставляет ссылки. Двойная квадратная скобка. Закрывающие он проставит автоматически. И вот он предлагает все страницы и файлы, какие есть. Если начать набирать название, то сработает поиск. Более того, тут можно поставить ссылку на заголовок или блок. Но сейчас не будем. Это первый вариант. Второй. Также H2 и просто перетаскиваем страницу отсюда. Он ее вставит как ссылку. Вот так это выглядит. Есть даже превью страницы. Конечно, хочется рассказать про все, потому что тут есть многооконный режим, который облегчает работу. Есть правая панель, которая показывает, например, какие страницы ссылаются на эту. И это дико удобно. Про поиск говорил, но скажу еще раз. Он ищет по всей базе и делает это запредельно быстро. И кроме всего прочего тут есть еще вот такая штука. Очень забавная штука с визуализацией вашей базы. Ну и я думаю, вы понимаете, что показал я лишь десятую часть того, что здесь есть. На мой взгляд программа более чем достойная. Как всегда посмотрю за реакцией и в случае положительной реакции сделаю продолжение, а может даже запелю курс. Так что голосуйте лайками и комментариями, подписывайтесь на канал и любите друг друга.